Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» продолжает гордо шагать по Подмосковью. Восьмой этап муниципальной акции посвящен непокоренному городу-герою Туле. Самоотверженный подвиг тульчан в обороне от фашистов – одна из наиболее ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. Им была дана задача не пустить никого в Москву. И они собрались с тем городом и сказали, «А чего это мы турка в Москву не пустим? Мы не пустим в свой город. У нас там семьи, у нас там дети». В рамках реализации проекта «Единая Россия» историческая память 10 октября символ эстафеты «Салют Победе» прибыли в рабочий поселок Новоивановское. И всю неделю здесь проходили мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне и ее героям. «Жители, дети знакомились с героической обороной города Москвы, с подвигом тульчан города Туле. Узнавали для себя массовую интересную информацию о тех событиях, которые происходили. Узнали о том, что народ советский – это героический народ, который отстоял свою страну в борьбе с фашизмом». Историческая акция, начавшаяся 8 лет назад по инициативе главы муниципалитета Андрея Иванова, расширяет свои границы. И сегодня от территориального управления Новоивановское символ эстафеты, знамя Победы, офицерский наган и фронтовое письмо-треуголку принимает городской округ Руза. Знаковое событие отметили в актовом зале Невчиновского лице большим галоконцертом с участием творческих коллективов школы и приглашенных гостей. Известные военные песни зал подпевал хором. В ходе тематической программы свои произведения о войне представили и ученики лицея. Старшеклассник Александр Разов – главный редактор школьной газеты Невчиновского лицея. Стихи юноши пишет уже несколько лет. Военная тематика всегда была для Саши очень важной и волнительной. Но раньше, боясь груза ответственности, он ее избегал. Однако это стихотворение, я думаю, стало переворотом во всем моем творчестве. Я сказала себе то, что я могу писать о войне. Я хочу это делать, чтобы мои сверстники, ровесники все-таки понимали, что это очень важная тема, которой нужно отдавать внимание. Делегация русского городского округа во главе с начальником управления спорта и молодежной политики Константином Миколаевым с большим почетом приняла символы патриотической эстафеты. Мы рады присутствовать на данном мероприятии от лица русского городской администрации. Хочу поблагодарить за возможность участия в данной эстафете. Салют Победы. На самом деле наши дети, внуки должны знать о подвигах наших героев, глядясь в Великой Отечественной войне. Совсем скоро эстафета вернется в Одинцовский округ. 28 октября на сцене Центра культуры и искусств «Рузой» пройдет торжественная передача символов территориальному управлению «Жаворонки». Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.